Здравствуйте! Сегодня у нас урок геометрии в восьмом классе. Мы продолжаем тему площади фигур и рассматриваем сегодня площадь треугольника. Цель сегодняшнего занятия – вывести формулу для вычисления площади треугольника и рассмотреть очень важную теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Для того, чтобы вывести формулу для вычисления площади треугольника, мы должны восстановить в памяти некоторые моменты. Во-первых, давайте посмотрим на рисунок в левой части слайда. Здесь изображен треугольник АВС. Посмотрите, пожалуйста, АН – это высота, а сторону, в которой эта высота проведена, принято иногда называть основанием. В данном случае ВС является основанием треугольника АВС. Нам сегодня понадобится понятие параллелограмма, четырехугольник, у которого противоположные стороны параллельны, свойства параллелограммы о том, что у него противоположные стороны равны. Мы должны вспомнить признаки равенства треугольников, они могут нам сегодня пригодиться. Мы должны вспомнить формулу нахождения площади параллелограмма, которую мы изучили совсем недавно, что это произведение основания на высоту, проведенную к этому основанию. И очень важное свойство о том, что равные многоугольники имеют равные площади. Итак, площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Обратите внимание на рисунок. Высота здесь обозначена буквой H, основание – буквой A. С треугольника равно 1 вторая А умножить на H. Половина произведения основания на высоту. Выведем эту формулу, то есть произведем доказательства от этой теоремы. Итак, нам дан треугольник произвольный, в нем проведена высота к стороне АВ. Нам нужно доказать, что площадь этого треугольника равно половине произведения стороны АВ на высоту CH. Нам необходимо будет выполнить рисунок, и этот треугольник, который нам дан в условии задачи, нужно будет достроить до параллелограмма АВДЦ, так как вот на рисунке сейчас показано. Посмотрите. Мы будем сейчас рассматривать этот параллелограмм и два треугольника, которые образовались в этом параллелограмме. Поскольку у нас треугольники АВЦ и ВЦД равны по трем сторонам, потому что мы сами так построили, то мы можем сделать вывод, что и площади этих треугольников равны. У равных многоугольников площади равны. А раз у этих треугольников площади равны, то мы можем найти площадь одного из этих треугольников как половина площади параллелограмма. А площадь параллелограмма находится по формуле произведения основания на высоту. То есть площадь треугольника – это половина произведения основания на высоту. Теорема доказана. Из этой теоремы следуют два очень важных утверждения. Посмотрите, пожалуйста. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. И второе следствие очень важное для дальнейшей работы. Если высоты двух треугольников равны, посмотрите внимательно на рисунок в правой стороне слайда, то их площади относятся к основанию. Из второго следствия, исходя из утверждения в втором следствии, мы можем сформулировать следующую теорему. Если угол одного треугольника равен углу другого треугольника, то площади этих треугольников относятся как к произведению сторон, заключающих равные углы. С доказательством этой теоремы вы можете ознакомиться на странице вашего учебника, а именно учебника геометрии 7-9 класс, автор Атанасян.